Народ, как такого красавства не заснять? Надо обязательно. Придется немножко проехать свой поворот, но я его засниму, потому что он реально красивый. Это очень редкий экземпляр, чтобы был этот фредлайнер с обацанной, с длинной рамой. Их не так много, ходят с обацанной, с длинной рамой. Посмотрите, какой красавец. Просто красавец. Молодец, мужичок. Забабахал хорошего аппарата. У нас вулкан просто песня. Держится нормально. Держится нормально? Давай! Чёрт вверх! Чёрт вверх! Чёрт вверх! Чёрт вверх! Чёрт вверх! Ещё вверх! Правильно? Давай! Так пойдём! Чёрт вверх! Чёрт ещё! Опускай ещё! Подпишись! Которые поднялись! Хороший подняльца! Похожешь на подошвы устроить, да? Требе не подниму! Да! Я меня вверху раз! В голову вот так, да! Аплодисменты. 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 Ну все, вставили. Движок. Болты, оказывается, наоборот. Надо было. Мы сейчас их вытащим. Поэтому там шайбами не были. Иначе, когда будет маховик, здесь потом болт не вытащишься. Подушку надо поменять. Так что они снизу должны быть. Тут потом все соберем. Как бы не стали собирать. Ну, коснется что-то. Чтоб не билось Абраму. К сожалению, не заснял вам как коробку покрасили. Все, красота, видите, обновили. Освежили, вернее. Освежили красочку на коробке. И так же. Все. Движок, весь. Красота. Прелесть. К сожалению, вот эту крышку, видите, накраска еще не сильно хорошо высохла. Папа перевернул ее, положил и резинку одевал. И немножко повредил ее. Ну, бывает. Не страшно. Это же не шоу-трак, а так для себя. А так получилось, конечно. Нет слов даже. Шик. Сейчас покрасим еще компьютер. Покрасим здесь навесное все. Новая проводка вся абсолютно. На весь двигатель будет. Здесь вся рама, все освежено. Так что морда готова. Узнает кто-нибудь ключ? На 27, да? Не подходит. На 30. 27, 30. Хромовандий. Да, я почищу сейчас. Ложить, да? Да, ну, это чисто русский. Хромовандий. Надо поподжать его. Советский. Может быть, еще один там парушек есть. Хочешь, возьмешь себе? Конечно, надо забрать его. Добери, да. Надо посмотреть, я же привозил набор ключей из России. Что-то осталось, видишь? А, да. Ты же привозил набор. Это ключ надо в музей повесить. Нет, там, по-моему, дом еще есть. Я гляну. Там 17, значит, что-то такое. К тому же ключу лет 50, наверное. Да, не менее. Он до сих пор работает. Учитесь, крафтсмен. И снопон. 50 лет и крутит. Надо положить такую специальную жидкость, чтобы он весь отъел всю жидкость, всю эту, как и всю ржавчину. Отполировать его и покрыть лаком. И повесить его в гараже. Вот так. Хромованадий. А что это за бренд такой? Хромованадий. Хромованадий. Хромованадий, а не хроманадий. Ну и слово хромованадий. Хромованадий. Кто хочет кому-то хромованадий. Помы сало. Так, собрали все максимально, чтобы попробовать завести. Налил соляры. Помпа плохо качает это. Что-то нам она не нравится, как она качает. Открыл клапан воздушный. Попробуем двигателем покрутить. Прокачать соляры немного. Масло залили. Фильтры все поставили. Крышки собрали наверху. Это надо убрать. Мазелин пользуется, чтобы резинки одевать. Попробуй? Да, давай, попробуй. Так. Бензин, масло и соляры. Перемешиваем все вместе. Попробуем, чтобы батареи не сажать. Значит, второе. Вторая попытка. Все, начинай? Давай. Давай. Так, сейчас. Давай. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребята, файналы мы нашли, в чем причина была, не могли завести, потому что тут забыли вытащить тряпочку, внутри была. Проглядели. Получается, соляра не могла пройти. Сейчас вытащили ее, он начал проходить соляра, уже уходят фильтры, смотрите их быстро. Бубельки, то есть уходят, все нормально. Стало помпу качать, все заработало, сейчас заведется, я думаю, с полтыка. Давай-давай-давай, включай, включай ее. Давай. Так, ну и запуск для Инстаграма, тем, кто подписан на Инстаграм. Это, можно сказать, первый старт, без какого-либо добавки, напрямую. Сейчас он прокачает. Зарычал, красава. Котяра, а? Вот так-то. Дай ему чуть-чуть газку. Сейчас пока пройдет весь воздух. Обалдеть. Ну все. Теперь заводится будет с полтыка. Слушай, рамку, а ты... А ты сейчас подушку еще сделала, он вообще будет, на кабину не будет передавать ничего. Все, завтра с утра пойду подушку куплю. Так и не нашел подушку, да? Не, не нашел. Давай. АПЛОДИСМЕНТЫ не работает суши но у него реально этот нет у этого звона знаешь как он такой звенел звон вообще тихо тихо работает шикарно просто шикарно обалдеть можно идти спать спокойно друзья всех приветствую сегодня вновь у нас очередной понедельник 7 мая двигатель полностью все собрано сейчас следующее уже идут радиаторы и трубки по трубке все подсоединения радиатор видеть зеленая вся на зеленой там как его на машин на раме на двигателе сверху зеленая на траки это сейчас у нас как вы видите уже поздняя весна скоро будет уже раннее лето поэтому все цветет видите все машины они все покрыты зеленым как она называется пыльца да поэтому все зеленое это все смоется легко и непринужденно в общем вот так вот выглядит наше искусство покраски катарпеллера покрасили черным цветом генератор компрессор крыльчатку крепление под нее нижний маховик новенький стоит тоже его покрасили также турбина улитка многие там писали не надо красить и эта краска тоже выдерживает хорошую температуру здесь температура не сильно высокая здесь высоко дать не красим а здесь будет держаться без проблем у меня держится все никаких вопросов нету здесь покрасил специальной краской которая выдерживает 2000 ференгейт я не знаю сколько там цельсиус но это тысячу на цельсиус выдерживает точно ну может чуть меньше 800 градусов выдерживает то есть она не сгорит здесь она будет держаться чтобы немножко приукрасить освежить так сказать чтоб смотрелось немножко поприятнее под черное все новенькие хомутики новенькая гофра она не ржавейка гофра то есть ржаветь не будет такие дела так все полностью кардан все 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 собрано все абсолютно многие спрашивают зачем вытаскивать двигатель с коробкой лучше там отсоедините но я думаю что говорят те люди которые этого не делали поэтому они так говорят но я вам объясню как бы для чего если вы снимаете коробку это очень тяжело вам надо лежать под траком откручивать все болты поддонкрашивать коробку потому что она полностью держится на двигателе на ней нету никаких вспомогающих креплений то есть понимаете вам нужно лезть тут донкратами вдвоем там прик откручивать ее от двигать ее назад или держать ее на месте закрепить когда вытаскиваете чтобы она с ним не поехала никуда то есть это очень тяжело лазить и все такое проще кардан скинуть и отсоединить две трубки и два сенсора все ну и к этот сам один болтик на руль вот там всего один болтик отсоединяется чуть чуть выше все и вы вытаскиваете все красиво аккуратненько раз только оттуда то есть это намного быстрее проще вам не нужно там лазить донкратами что коробка на вас упадет там или еще что-то то специально дократ нужно которая закрепляется коробки когда меняете сцепление так делается это целая процедура которая не нужна открутил сзади кардан трубки скинул бах коробка вышла намного быстрее удобней приятней и безопасней поэтому мы так делаем и потом ее вставлять очень тяжело назад а тут на виду просто надо на улице сделал все аккуратно завсюду подлезть не на там корячиться поэтому делаем вот так так что уже вы видели первый старт сейчас сделаем поставим радиатор зальем все жидкости все уже заведем его прогреем посмотрим как как что к чему ну а пока вот это вот вам показываю прогресс на данный момент что у нас есть и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, кинули капот, пока бампер не кидаем, сейчас будем тест-драйв делать. Продолжение следует... О, все горит... Горит... Пока без бампера сейчас покатаемся, зацепим прицеп, поездим немножко. Надо проверить, убедиться, что все нормально. Завтра оденет бампер, там уже лампочки доделает. И в рейс. Долго времени просидели. Значит, температура где-то 120. Вот датчик температуры где-то 120 ференгейт. Давление масса на холостых. Холостой ход 700 оборотов. Если газа дает... Вот 1000 оборотов 85. То есть давление масла идеально. Чикинжи не горит, значит, зажигание все выставлено четко. Вентилятор выключаем. Окошко открою сразу. Окошко открою. Ладно, сейчас зацепим прицеп. Поснимаю по ровной дороге, потому что поеду тяжело. О, ребята, 2 минуты осталось с этого. Как ее? Видео. Так, ну что, зацепили прицеп. Давление масла давит 85. Вот и газу даем. Хотя он уже нагрелся. О, сейчас чуть-чуть. 82 где-то. Высокое давление конкретно. А? Щебень летает. На колесах поэда. Поналипало. Сейчас красили там же это. Знаешь, оно такое липкое немного. Поедем, потому что уже камера заканчивается. Одна минута осталась. Потому что все отлично. Поедем, просто покатаемся. Потом вам уже расскажу, как что. Тянет отлично. Турбина свистит. Господа. Пока бампер, я говорил, не кидали. Проехали отлично. Все зацепили. Лехин рифер. Реф. Встретились с ним тут. Он недалеко в Сан-Луисе заправлялся. В общем, Реф этот загружен бананами. По самые помидоры. 20 тонн. 45 тысяч паунтов. Поэтому сейчас мы дадим этому котяре почувствовать настоящего дыму. Так что, ну, до дома доедем с ним. Сейчас немножко проедемся еще на юг, а потом обратно на север домой. Проверим. А Лехе пока отдали наш прицеп. Так что, такие дела. Сейчас ждем, он заплатит за соляру. И поедем. Его трак там проканули с папаным степдеком. И сейчас втроем рванем. Проверим этого котяру. Ну, звучит, конечно, удивительно тихо. Шепчет просто. Все-таки, что перепрессовали эти втулочки. Зазорчики она шестеренка сделал. Чуть-чуть меньше, чем мне рассказывали. Скажем так, предлагали, рассказывали 14. Я сделал 12. Это 12 тысячных инча. Вот. И он вообще стал просто щепетать. Слышите, как мягенько-мягенько. Нету такого звона у него, как у всех кетов. Вот такой звон прям. Это нормальная его работа. А этот тихо-тихо так прям шелестит. Ну, отлично. Надеюсь, наш Бог, все будет нормально, будет бегать. Пока мы довольны, все хорошо. Хорошо.